Здравствуйте! Это новости на ННТ, студии Махач Курбанов и небольшой короткий анонс. Более сотни мертвых краснокнижных тюленей нашли на побережье Каспийского моря. Следственное управление начало проверку. История о священных предметах. Второй день в Цумадинском районе проходит большая выставка реликвий. Наши корреспонденты работают и передают с места событий. Рамадан – месяц добрых дел. В учебном центре для губханимых и незрячих «Жизнь без ограничений» прошел в Ифтар. Подробности сегодня в выпуске. 150 мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу, нашли на побережье Каспийского моря. Видеоролик с погибшими нерпами распространился в соцсетях, после чего следственное управление начало проверку обстоятельств происшествия. Помимо этого, исследования побережья проводят московские ученые совместно с Институтом экологии ДГУ. Отмечу, что Каспийский тюлень – единственное млекопитающее нашего моря. В преддверии 9 мая в Махачкале проводятся праздничные концерты во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Очередной парад был организован в честь такого героя. Честовать кавалера Ордена Славы Двух Степеней Ибрагим Пашу Садыкова пришел и мэр Махачкалы Салман Дадаев. Ветеран в своих 97 лет не просто наблюдал за выступлениями, но и сам принимал участие в празднике, организованном для него и даже станцевал в лесгинку. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах в освобождении Киева, Львова и Западной Украины. Неоднократно был ранен. В честь героев Великой Отечественной войны 9 мая в Каспийске пройдет парад победы. В этом году в нем примут участие свыше полторы тысячи военнослужащих. К другим темам. Второй день в Цумадинском районе проходит большая выставка реликвий. Каждый предмет, представленный на ней, имеет большую историю. И сегодня с этой историей может познакомиться любой житель Цумадинского района. Подробнее расскажет Карим Даниев. Чтобы попасть в Цумадинский район, реликвии проделали огромный путь. Этот путь начинался почти 1400 лет назад. Именно тогда, завершив прощальный хадж, пророк Мухаммад, мир ему, побрил голову и раздал своим сподвижникам по два волоса. А сегодня один из его волос на выставке в Агвали. Испытали радость, счастье от того, что пришлось увидеть все это. Спасибо большое организаторам. Спасибо за то, что приехали в наш Цумадинский далекий район. Дагестан впервые увидел реликвии пророка, мир ему и благословения, в 2013 году. Тогда их сопровождал лично хранитель реликвии Ахмад Аль-Хазраджи. Увидев, как сильно дагестанцы любят пророка, мир ему, хранитель решил выполнить завещание прадеда и оставил часть реликвий там, где знают им цену. Большинство из них хранились у одного человека. Прадед этого человека сделал двойную стену. И прятал их между двумя стенами дома, чтобы люди не видели, чтобы не могли их украсть. И как сейф сделал, он вот так в стене. Сегодня безопасности реликвии уделяют также большое значение. Их хранят в специальном помещении, а при перевозке обеспечивают особые условия. В этом помогают сотни добровольцев на своих машинах в сопровождении сотрудников ГИБДД. Когда мы планируем перевезти куда-то реликвию, мы сообщаем, объявляем об этом. И заявляется очень много желающих братьев. К примеру, вчера, откуда мы получали реликвию, откуда привозили, очень много братьев собралось. Каждый из них жаждал, желал, чтобы именно какая-то реликвия попала в его машину, чтобы он смог перевезти ее. Стремление многих поучаствовать в таком мероприятии связано с большой любовью к пророку, мир ему. Каждый хочет помочь, и каждый хочет соприкоснуться с благодатью лучшего из людей. По дороге тоже, по пути, почти по всей дороге люди стояли, просто стояли, несмотря на прохладную погоду, дабы встретить и поприветствовать реликвии. В некоторых селах расстеляли ковры, чтобы через их ковер проезжала машина, на которой реликвия. Это табарок, это в шариате, это приобрести барракад от реликвии пророка, саллиллаху алейкумсаляму. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Агвали. Муфтият организовал ифтар для руководителей республиканских средств массовой информации. На встрече также присутствовали представители власти и духовный лидер региона. Для гостей изучали строки с Корана и наши доизвестных исполнителей. Участники мероприятия отметили, что подобные площадки это прекрасная возможность обсудить с коллегами актуальные вопросы информационного поля. Я желаю, в первую очередь, чтобы мы и дальше сотрудничали и с религиозной СМИ вместе с государственными традиционными медиа. И я буду предлагать все усилия для того, чтобы это сотрудничество было еще больше сплоченности у нас между журналистами. Я надеюсь, что у нас, как и ранее, будет совместная платформная работа на благо, соответственно, нашей Родины. Помимо того, что мы поприветствовали друг друга, еще успели поделиться какими-то рабочими своими моментами. Очень надеемся, что мы не ограничимся рамками этого ифтара. Встретимся еще, будем говорить какие-то, обсуждать свои профессиональные здесь моменты. После наступления времени вечерней молитвы гости приступили к трапезе. На выходе их ждали подарки от организаторов. В учебном центре для глухонемых и незрячих «Жизнь без ограничений» прошел ифтар. Для коллектива центра это уже стало доброй традицией. Встречать ифтар вместе с учениками приходят богословы и даже медийные люди. Подробности в нашем сюжете. Такие коллективные встречи всегда особенные для воспитанников этого центра. Много гостей и дружеская атмосфера, которая согревает душу каждого и создает позитивный настрой. Если мы не будем их периодически радовать, то тогда жизнь на самом деле будет у них с ограничениями, и они почувствуют это ущемление в их адрес. Поэтому хочу, пользуясь случаем, призывать каждого не разделять людей, но к таким людям, кому Аллах дал какое-то испытание в жизни, с особой любовью, с особой заботой относиться в жизни тоже. Месяц Рамадан можно по праву назвать месяцем добрых дел. Народная артистка Дагестана Зайна Абмахаева присоединилась к боготворительной акции и выступил организатором ифтара в центре. По ее словам, такие дети нуждаются в особой поддержке и заботе. Для меня такие ифтари – не просто возможность накормить этих детей, а возможность почувствовать детям, что они не одинокие. В такой теплой атмосфере они могут побить в центре внимания и почувствовать заботу, которую им, возможно, недостает. Центр «Жизнь без ограничений» является особенным местом. Местом, где понимают, любят и принимают таким, какой ты есть. По словам директора центра Зайна Абгаджиева, здесь ждут каждого, независимо от возраста и пола. Моя работа – это моя жизнь. Я не представляю свою жизнь без этих детей, без моей этой работы. И я очень рада, что мне пришлось в своей жизни именно столкнуться с такими детьми и помогать им. В школе для глухих и слабовидящих помимо светского образования большое внимание уделяют и формированию религиозных знаний, куда входит чтение Корана, духовность, совершение намаза. Среди именно неслышавших практически, можно сказать, и не было вот такой деятельности, что кто-то может их обучать основам религии даже. Вот когда сталкиваешься с такими людьми, с такими детьми, и ты входишь в их мир потихонечку, уже понимаешь, настолько это важно. Помимо учебного процесса в Центре «Жизнь без ограничений» уделяют немало внимания и организации досуга. Плавание, парная, теннис, тренажерный зал, кройка и шитье – здесь каждый воспитанник может найти то, что придется ему по душе. И все это абсолютно бесплатно. С проживанием и питанием в Центре. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Накануне в Русском театре состоялся фестиваль, посвященный православному празднику Пасха. Гостям была представлена насыщенная и интересная концертная программа. В пасхальном концерте приняли участие государственные и самодеятельные творческие коллективы, воспитанники воскресных школ, а также представлены духовные и народные музыкальные произведения государственных коллективов. Дагестанские футбольные клубы провели очередные матчи 27-го тура первенства профессиональной футбольной лиги. Так Махачкалинский Анжи уступил в гостевой встрече Ставропольскому «Динамо». Счет встречи 3-2. А вот две другие наши команды, регион «Динамо» и «Махачкала» добыли победу с минимальным преимуществом. Их соперниками оказались футболисты из «Майкопа» и «Нальчика». В настоящий момент команды расположились в турнирной таблице следующим образом. Регион «Динамо» занимает третью строчку. Анжи на шестом месте, а команда «Махачкала» на седьмом. Следующие игры наших соотечественников состоятся 10 и 11 мая. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь, смотрите новости. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова